Жизнь за год 2020 года, американский романтический драматический фильм режиссера Митти Акорна по сценарию Джеффри Аддиса и Уилла Мэттьюза, Скарой Делевинь и Джейдином Смитом в главных ролях. Родители Джейдина Смита Уилл Смит и Джада Пинкетт Смит выступили исполнительными продюсерами Life in a Year 2020 года под своим флагом Overbrook Entertainment. Жизнь за год был выпущен 27 ноября 2020 года компанией Sony Pictures Releasing. Британская супермодель Кара Делевинь в кино Жизнь за год исполнила главную женскую роль. Молодежная романтическая драма Жизнь за год стала американским дебютом Митти Акорна, первого славянского режиссера в Голливуде. Фильм под названием Жизнь за год 2020 года выпуска. Это нереально трогательный, светлый, жизненный и очень романтический фильм с красивым подтекстом, про настоящую любовь, доброту и человечность. Пробирающий до слез, задевающий струны души, сложный, жизненный, душевный, романтический. Красивый фильм Жизнь за год с Карой Делевинь в главной роли. Этот фильм стоит посмотреть для того, чтобы ценить то, что мы имеем, и не тратить свою жизнь на вещи, которыми мы не хотим заниматься, больше наслаждаться каждым моментом. Жизнь за год актеры и роли Джейден Смит, Дерин. Кара Делевинь, Изабель. Нио Лонг, Кэтрин, мать Дерина. Кьюба Гудинг, младший, Ксавьер, отец Дерина. Эрзи Эй, Рон, владелец звукозаписывающей студии, друг Изабель. Крис Д. Элия, Фил, заменивший Изабель отца. Стоуни Блайден, Киран, друг Дерина. Джей Ти Нил, Сэмми, друг Дерина. Если хочешь, чтобы твою музыку прочувствовали, сначала ее должен прочувствовать ты. Потрогать, очутить, понюхать. Ясно? Да, мне нравится. Атмосфера фильма «Жизнь за год» – это лето. Беззаботная молодость, грусть от неизбежной беды, страх перед будущим. Подростки в своем переломном возрасте, когда все странно, непонятно. Гормоны играют, надо учиться и стремиться к лучшему будущему, когда нужно выбирать, кем становиться и что ты хочешь от жизни. А еще американское лето, романтика, любовь и свидание, разговоры по вечерам, путешествия и просто веселье. Кара Делевинь и Джейден Смит в фильме «Жизнь за год», исполнившие главные роли, по-настоящему наголо побрили свои головы во время съемок. Джейдену Смиту, который играет 17-летнего парня, на самом деле 22 года, а Кари Делевинь, сыгравший его девушку-одногодку, в жизни уже 28 лет. Сюжет фильма «Жизнь за год», конечно, не оригинальный, но трогает за душу и заставляет задуматься, стоит ли строить далеко идущие планы или наслаждаться краткими мгновениями счастья. Джейден Смит, сын Уилла Смита, сыгравший в фильмах «В погоне за счастьем» 2006 года, и «Карате пацан» 2010 года, и Кара Делевинь, актриса, задавшая моду на густые брови, совместно создали отличный актерский дуэт без памяти влюбленных в друг друга подростков. «Жизнь за год сюжет» Это история о молодом чернокожем парне Дерине, которого играет Джейден Смит. Его жизнь расписана по дням, составлен подробный план на будущее. Его отец Ксавьер, роль исполнил Кьюба Гудинг-младший, выбился из бедности и желает сыну только добра. Но так ли легко при этом остаться любящим папой? Чтобы сын добился успеха и поступил в Гарвард, как мечтает его отец, надо идти только вперед, быть дисциплинированным и жертвовать всем второстепенным, что иногда очень больно. И все идет по плану, пока однажды Дерин, пытаясь проникнуть на концерт рэпера, случайно встречает девушку по имени Изабель. Ее играет Кара Делевинь и сразу же испытывает к ней симпатию. Дерину приходится приложить много усилий, чтобы вновь с ней встретиться. Она прямолинейна, независима, ненавидит флирт и любые сантименты, работает в закусочной и красит волосы в невероятные цвета. И это девушка мечты Дерина. Изабель привыкла всю жизнь жить по обстоятельствам, которые не делает никогда чего-то принудительно, кроме того, как ходит на нелюбимую работу для того, чтобы хоть как-то выжить. Дерин впервые влюбляется без оглядки и даже думать не хочет, что что-то может пойти не так. Каждое их свидание первое, в конце него они решают встретиться еще раз. Дерин ухаживает за ней и в конце концов влюбляется в нее, но когда он признается в своей любви, выясняется, что Изабель больна раком и у нее осталось не так много времени, максимум год. Справившись с отчаянием, он переворачивает вердикт – не год жизни, а жизнь за год. Дерин составляет план, по которому Изабель сможет прожить целую жизнь длиною всего в один год, за который успеют сбыться все ее мечты. Иными словами, за отведенное время Изабель сможет осуществить многое из того, что люди обычно растягивают на десятилетия. Исполнение желаний, приключения, праздники, любые безумства. Дерин хочет разделить это вместе с ней. И если жизнь измеряется не количеством лет, а глубиной переживаний, то у них обоих еще все впереди. Изабель тоже по-настоящему влюбленная, осознает потенциал Дерина как рэпера и помогает ему записать свой первый диск, воспользовавшись своим знакомством с хозяином звукозаписывающей студии Роном. Влюбленные женятся и воплощают в жизнь свою любовь, а Дерин мирится с отцом. Но Изабель становится все хуже и хуже. Когда год заканчивается, Дерин отправляется в Нью-Йорк, где планирует писать свою музыку. Мама с отцом провожают его и желают удачи. В машине Дерин получает сообщение от друга Кирана. Роль исполнил Стоуни Блайден. Тот просит его включить радио. Там передают прощальное сообщение от Изабель. А затем ставят трек Дерина, который он записал для нее, когда они еще были вместе. Чего ты хочешь на самом деле? Ты? Ни папа, ни мама. Чего хочешь ты? Хочу снова тебя увидеть. Фильм «Жизнь за год» не станет для вас откровением, но сам процесс просмотра принесет удовольствие. Его можно смотреть с детьми 12+. В нем нет насилия и других жестких сцен. Возможно, в какие-то моменты он заставит вас улыбнуться, а в какие-то загрустить. Но именно для этого вы его и должны посмотреть. Пусть он даст вам надежду и веру, что есть любовь, способная зажечь так, что исполнятся все наши сокровенные мечты жизни за год. И она прислала мне трек и сказала, что я должен его поставить, иначе ее призрак будет охотиться за мной вечно. Поэтому с вами мировая премьера местного рэпера Дило. Жизнь за год.